Слово передам следующему докладчику, также представителю госпиталя имени Вишневского, главный терапевт госпиталя имени Вишневского, кандидат медицинских наук, проходчик Александр Александрович. И совместно с большой группой товарищей расскажет нам о проблеме внезапной сердечной смерти. Александр Александрович, Вам слово. Добрый вечер, добрый день, упакованный Железненный Юрий Викторович, уважаемые коллеги. Тема сообщения о внезапной сердечной смерти у лиц экстремальных процессий и особенностях тенденций. Появление в последнее время большого количества клинических рекомендаций, посвященных вертификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, обусловлено большой оттальностью данным проблемам. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России из года в год составляет около 50% от общей смертности, и эти цифры нас никаким образом не удовлетворяют. Основным механизмом драматических исходов сердечно-сосудистых заболеваний являются смерть от прогрессированной хронической сердечной достаточности и внезапной сердечной смерти. Согласно расчетным данным, в России внезапная от сердечных причин ежегодно умирает от 200 до 250 тысяч человек. Это средняя в основе в город. Внезапная смерть – это непредвиденное смертельное событие, не связанное с травмой и возникающее в течение одного часа с момента появления симптомов у практически здорового человека. Или, если смерть произошла без свидетелей, о внезапной смерти говорят в том случае, если погибший находился в удовлетворительном состоянии за 24 часа до смерти. О внезапной сердечной смерти говорят в том случае, если погибший при жизни имел врожденное или приобретенное потенциальное опасное для жизни заболевание сердца, или при вскрытии обнаружено заболевание сердца или сосудов, которое могло быть причиной внезапной смерти. Или при вскрытии не выявлено каких-то других альтернативных несердечных причин смерти и предполагается, что смерть могла быть вызвана аритмией. Но при наличии выявленной некардиальной причины, тромбоэмболия, разрыв сосудистой амебризмы, головного мозга и диалоги говорят о внезапной смерти. Если непредвиденная остановка кровообращения, возникающая в течение часа с момента появления альтернативных симптомов, завершилась успешным реанимационным пособием, это самый оптимистический вариант, говорят о внезапной остановке сердца или кровообращения. Понятие внезапная сердечная смерть заключает в себе не столько специфическую причину смерти, сколько ее специфический механизм. В 85% это механизм желудочковых тахиоритмиков, ревреляция желудочков или желудочковых корзей. В 15% брадиоритмиков. Причины внезапной сердечной смерти многообразны. Это врожденные, приобретенные эндогенные и обусловленные действия внешних факторов, таких как инфекции, некоторая интоксикация, с кокаином интоксикацией факторов. Обращаясь к отечественному опыту статистического анализа структуры внезапной сердечной смерти, мы в Крете все вспоминаем отечественные исследования гермина, в котором Руфан Михайлович Янчак с авторами проанализировали в Брянской области причины внезапной сердечной смерти и у почти полутора тысячи жителей трудоспособного активного возраста от 25 до 64 лет. При этом в 80% случаев причиной внезапной сердечной смерти была ишемическая болезнь сердца, в 18% кардиопатии, и только в 2% случаев при аутопсии не было выявлено в структурных изменениях миокардах. Но это модель общей популяции. Мы знаем, что имеется ряд профессий, в которых предъявляются повышенные требования как к физическому здоровью, так и к психологическому устойчивости конкретных людей. По характеру ответственности, должностных обязанностей к этим людям предъявляются повышенные требования. Они просто не имеют права умереть в связи внезапной смерти, так как это может привести к трагическим последствиям, техногенным катастрофам, массовой гибели других людей. Но типичные модели такой профессиональной популяции людей можно считать в этом случае. Люди с оружием. В течение последнего десятилетия смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в армии на порядок ниже, чем в целом по стране. Но это объясняется, прежде всего, повышенным требованием к состоянию здоровья этой категории, как при отборе на военную службу, так и на всем ее протяжении. Возрастным центром к этой категории людей забота о сохранении своего здоровья является обязанностью каждого военнослужащего, что записано в общевой составе внутренней службы. С другой стороны, множество факторов военной службы, согласно проведенным исследованиям, повышает риск возникновения внезапной смерти. Можно так сказать образом, что вся военная служба – это фактор риска внезапной сердечной смерти. Говоря о вкладе ишемической болезни сердца в структуру внезапной сердечной смерти у военнослужащих, мы констатируем несомненные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца. Кроме абсолютного снижения в полтора раза за 10-12 лет, отмечаем снижение в 4 раза частоты внезапной смерти, когда при аутоксии выявлялся острый импартный окрас. Ну и что же получилось в итоге? Пропорции изменились таким образом, что почти в 50% случаев внезапной сердечной смерти ее причина на аутоксии не выявляется. Но можно отчасти сетовать на качество аутоксии неполное соблюдение ее протокола, особенно в отдойденных местностях, где нет судебной медицинской экспертизы, но тем не менее факт остается фактом. Значительно возросла доля внезапной сердечной смерти, в которой с высокой долей вероятности обусловлены кардиомиопатиями и каналопатиями. Обращаясь вновь к исследованию гермина, отметим, что в 54% случаев, больше чем в половине случаев, наступлению внезапной сердечной смерти не предшествовало обращения человека за медицинской помощью. И при обращении только в 16% случаев речь шла о сердечно-сосудистых заболеваниях. Из военнослужащих, которых постигла внезапная сердечная смерть, по результатам медицинского освидетельства, неуглубленного медицинского обследования, около 90% признавались здоровыми или практически здоровыми. То есть если в среднем популяции внезапная сердечная смерть являлась причиной витального исхода в каждом четвертом случае, то в вооруженных силах этот процесс составляет около 90%. В арифметике внезапной сердечной смерти, если так можно выразиться, риск сердечно-сосудистых катастроф складывается из двух слагаемых. Это субстрат, анатомическое и электрическое отклонение, связанное с приобретенным или врожденным заболеванием сердца. Это триберный или провоцирующий фактор, метаболические, ишемические, механические воздействия. В том числе не обязательно систематические, а разовые и неадекватные, которые могут привести к приятным течениям обстоятельств к хроническому исходу. В связи с этим остается большой проблемой поиск и отработка надежных прогнозических маркеров внезапной сердечной смерти. Прежде всего это семейный анамнез внезапной смерти, который в разы повышает риск сердечно-сосвободистой катастрофы. Опять же, желудочное нарушение сердечного ритма, как клинические предшественники гендации сердечной смерти, улиц без тяжелой хронической патологии, ну, внешне здоровых, могут протекать мало симптомно, и человек может просто не обратить на это внимание. А последствия этого бывают потайны. А развернутая клиника, которая приводит к остановке кровообращения, возникает в 2-3 случаях без свидетелей, которые могли бы оказать какую-то помощь или позвать на помощь. В то же время, счет при возникновении такой ситуации идет на минуту и даже на секунду. Поэтому принципиально важно в любом случае синкопального состояния исходить из хучего, что оно обусловлено именно гипоксией головного мозга вследствие острой неэффективности сердечного действия. Ну, так что делать? Что мы делаем в вооруженных силах? Мера по выявлению и стратификации риска внезапно сердечной смерти начинается при призыве военнослужащих на военную службу и при заключении первого контракта. Они регламентированы нашими ведомственными документами, которые разрабатываются и обновляются. Мы ждем новые документы в соответствии с реалиями современной жизни. И они обязывают к сбору анамнеза и оценке объективных данных с заполнением таблиц предварительного скрининга внезапно сердечной смерти. Обязательно фиксация элекокардиограммы с оценкой возможных маркеров канала ПАТИ. Вообще, элекокардиографические маркеры канала ПАТИ – это тема отдельной лекции. И благодаря усилиям Юрия Викторовича, председателя нашего симпозиума, благодаря его усилиям стало возможно проведение тематических циклов совершенствования по ЭКГ-диагностике канала ПАТИ для врачей функциональной диагностики и диагностикой военкоматов Российской Федерации. При появлении по итогам данного скрининга вопросов к военнослужащим, по теме нашего сообщения, он направляется на обязательное стационарное обследование. Хочу представить вам несколько клинических примеров. Военнослужащий, 35 лет, здоровый парень, офицер, многоборец, стал предъявлять жалобы в течение последних несколько месяцев, что при повышенной физической нагрузках у него появились какие-то приходящие головокружения. Сняли ЭКГ, на которой выявлено изменение конечной части желудочного комплекса. В грудных основе в грудных, в грудных, в грудных, в грудных. Он был госпитализирован. При хокровском монетарировании выявлено редкое, но ранее эргантное желудочное ветое 100 лет, приходящее из облака на второй степени. При эхокардиографии, гипертрофия желудочка, можно объяснить это спортивным сердцем, но миокарты в области верхушечных медиальных сегментов лакунарного строения, то есть атипичные, сумерные, дихозные, гипотинеты верхушечных сегментов желудочного желудочка. При магнитно-резонансной томографии сердца данных за активный миокардит мы не нашли, но в орфекальных отделах левого желудочка определена зона локального гипотинеса, с изтонченной, асинхронной движущей стенкой. Выявлены признаки аритмогенной дисплазии правого желудочка. Она диагностирована, к сожалению, назначена лечением бета-блокаторами, и военнослужащий подлежит медицинскому освидетельствованию и, к сожалению, пациенты с выявленными как реактивными и негодными влогими. Еще один военнослужащий 55 лет без хронических сопутствующих заболеваний во время кросса на 1 км потерял сознание. Снятое ЭТГ в медицинском пункте показало наличие пароксизмально неустойчивых желудочных и трехкоргий, госпитализированных к нам, при холтеровском мониторировании выявлены интересные картины. Периодически возникающие инверсии зубца в втором грунном осведении в ночные и ранние утренние часы. Также при холтеровском мониторировании выявлены эпсилоны волны 2.1 разной степени выраженности, а также больше 20 тысяч политопного желудочного экстрасиста, 79 желудочного купитов, 69 пробежек желудочного экстрасиста, в действительности от 3 до 5 комплектов. При эхокардиографии частой желудочной экстрасисталии, гипертрофемия кардиоевого желудочка, межпресерный перегородок с признаками открытого овального класса, окна слева-право шунтирующим кровотоком, характерный признак для аритмогенной дисплазии правого желудочка отношение коричья диагностического размера правого желудочка клеума 0,57. Была выполнена рентгеноконтрастная вентриколография, на которой визуализирована дискинезия стрелки стенки правого желудочка, которая является также характерным для аритмогенной дисплазии правого желудочка. Пациенту диагностирована аритмогенная дисплазия правого желудочка, врожденный порог сердца, ортальная регургитация второй степени, нарушение ритма проводимости, и решением консилиума пациенту был имплантирован кардиовертор для фибриллятора, назначен кардородом. Также военная служба его подходит к концу. В конце должен сказать, что в тех руководящих документах, в тех рекомендациях, которые нам представляют в качестве статификации риска, есть интересное мнение авторов не только по конкретным фактам, но и, так скажем, с элементом философского отношения к проблемам. Если мы арифметику внезапной смерти рассмотрели, то, что касается философии внезапной смерти, во всероссийских клинических рекомендаций, подсословие, выявление больных с высоким риском внезапной сердечной смерти названо философским камнем арифмологии и многих других направлений современной медицинской науки. То есть решение этой проблемы признано условно вечным. А в другой замечательной монографии внезапной сердечной смерти, под редакцией петли Дмитриевич Шлегко Лятина, даны пути решения этой философской проблемы, вполне конкретные, формирование системного подхода к адекватной клинической оценке риска внезапной сердечной смерти, единого понимания больного врача и контроль качества медицинской помощи направлены на противоположность к внезапной сердечной смерти. Как мы решение этой проблемы видим в системе вооруженных сил? Первичная профилактика выявления групп риска развития внезапной сердечной смерти на входе при поступлении военнослужащих на призывы на военную службу и при заключении первого контракта профилактические мероприятия специализированной медицинской помощи пациентам сердечно-сосудистыми заболеваниями и при подпоказаниям проведения медицинского свидетельства. Клучай развития внезапной сердечной смерти это эффективное реанимационное пособие в том числе применение методов сердечной фибрилляции. Тем, кому повезло пережить внезапную сердечную смерть и дожить до вторичной профилактики это имплантация кардиоэрктов дофибрилляторов радиочастотной абляции по показаниям специализированная медицинская помощь и медикаментозная профилактика и конечно же решение вопроса категории годности этих военополучих военных людьми. Причем вторичная профилактика достаточно понятна результаты предсказуемы основная задача повторяю и настраивать надо всех практических врачей на первичной профилактике внезапной сердечной смерти. Нюансов мелочей в этом нет потому что цена внезапной сердечной смерти это человеческое жизнь. Благодарю за внимание. Продолжение следует...